В Либерецкой картиной галереи прошла благотворительная новогодняя елка. Ее гостями стали дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Праздник для них готовили всем округом. Организацию взяла на себя комиссия по делам несовершеннолетних. Управление по работе с молодежью подготовило представление, а вот депутаты купили подарки. Чудо платным не бывает, решили благотворители округа и подарили новогоднюю сказку тем, кто не может ее купить. Из костюмов строгих в карнавальные переоделись волонтеры молодежного парламента. Малыши подмены не заметили и приняли новоиспеченных сказочных героев как своих. Я думаю, реакцию вы видите, и, конечно, они по-другому все это воспринимают. В их семьях не всегда есть такая возможность отвезти ребенка на утренник, на праздник, приобрести подарки. Не каждый Дед Мороз носит бороду. Роль волшебников сыграли люберецкие депутаты. Народные избранники позаботились о том, чтобы ни один ребенок не ушел с утренника с пустыми руками. Дмитрий Коровкин – благотворитель со стажем. Ежегодно тратится не только на подарки для родных. Во-первых, я сам интернатовский, я знаю, что это такое. Когда тебе оказывают помощь, сейчас новогодние праздники, подарки, я же помню, это все прекрасно. А во-вторых, я считаю это правильным, помогать малозащищенным семьям. Пока дети развлекались на праздники, их ждал мешок с подарками. Благотворители наполнили его игрушками и наборами для творчества. Новогоднее чудо они подарили полусотни маленьких люберчан. Дарья Борисова, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.